И всем привет, ребят, с Вейсер Байк, если я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен трофейчикам! Я набил трофеи на Крусейдера Скорпионе! Да-да, конечно, я набил трофеи на Крусейдера Скорпионе, вы в это поверили? Конечно, я их не набил, а набил их первый игрок! Сегодня у нас появилась информация, уже выложен видеоматериальчик от Калибри на танковый ютуб, где он набил Крусейдера Скорпиона трофеи! Сегодня мы рассмотрим, что же из себя они представляют, так как видос у нас есть. Ну и видос также я прикрепляю в комментарии к этому видеоролику, чтобы вы могли тоже перейти поддержать его. Все-таки человек набил 5 миллионов на Крусейдера Скорпионе! 5 миллионов! Да, понятное дело, что там какой-то процент набит на Джаггернауте, но в любом случае это очень и очень много! И по сути это первые трофеи на Крусейдера Скорпиона! Поэтому сегодня у нас есть такая вот новость, и мы в этом всем деле разберемся! Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте подписываться на данный канал, поддерживать видеоматериал лайком! Ну и конечно же участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов! Для этого у нас только игры в аккаунтике устанавливайте его личный тактегтимпэ! Дальше оформляйте покупку в магазине, но и запланировайте форму, которая есть в описании! Что же касаемо видеоматериала, то мы перемещаемся на него и видим, как Калибри в своем видосе забирает трофеи на Крусейдера Скорпа! Ну и показывает характеристики этого замечательного Крусейдера Скорпа! Да, обо всем сейчас по порядку разберемся, то есть на корпус я думаю, что и так уже всем понятно, да? Что это иммунка от всех статус-эффектов плюс защита от поджога и заморозки, то есть это по 50%, а от всех статус-эффектов у вас защита 100%! То есть вот вы видите, со всеми статус-эффектиками по нему накидывают урон, то есть пробитие, эми, пульсар, оглушение, подава, ни один статус-эффект на его танк не срабатывает, за исключением заморозки! И то эта заморозка работает только в половину! Так же само, как и работает поджог! Ну а что касаемо Скорпиона, то я, если честно, ну так, немножечко приятно был удивлен, что похоже дело, это не скамовое устройство, да, относительно того устройства, как было у нас с Страйкером, где у нас был, грубо говоря, 2.0 Страйкер! Так, ну и вот здесь идет сравнение, на Брутах, на Брутах идет сравнение Скорпиона с Фениксом, с Скорпионом, каким, дефолтным, да, если я не ошибаюсь? Давайте посмотрим еще раз, какое там идет сравнение. Да, дефолтный, дефолтный Скорпион с Фениксом, Скорпиончиком. То есть мы даем по тыке, оп, перезарядка на тыку, да, то есть 900 урончика залетает, это с Брута без дополнительных припасов. И залетает сверху 2 ракеты, залетает 2 ракеты плюс моментальные добавки на выстрел. Вы видите, что здесь перезарядки как таковой на выстреле нету, да, у Скорпиона, у дефолтного эта перезарядка значительно дольше. Здесь скорость перезарядки практически моментальная, и ты со сводки даешь 2 выстрела, то есть у тебя двойная сводка, которая летит с средней хорошей дистанции, да, и, ну, по сути, ты быстро можешь наносить урон, да, то есть у тебя быстрая сводка, быстрая добавка, и эта сводка имеет всего лишь 2 ракеты. Дальше он прикрепил здесь табличку, на которой как раз таки написаны все характеристики этого устройства. Итого, что у нас есть? Плюс 60% перезарядки, минус 75% времени перезарядки вашей сводки, да, то есть сводка на 75% быстрее перезаряжается, ну и в принципе это было видно. Минус половина времени сводки, то есть в 2 раза быстрее вы в принципе сводитесь, и плюс 100% домашки от сводки, то есть те ракеты, которые залетают со сводки, то есть они с двойным уроном. Х2, то есть 2 ракеты, но урона они наносят как 4 ракеты дефолтных. При этом в сводке всего 2 выстрела, и нормальный и критический урон у нас минус 15%. Нету сплэша, у этого устройства нет еще и дополнительного сплэша, то есть без сплэш урона. В целом, исходя из того, что я увидел, да, то есть вот здесь еще есть фрагмент, как он просто вот здесь без ускорения никакого, то есть он врывает, дает тыку раз, сразу практически моментальная перезарядка тыка 2, практически сразу перезарядка моментальная тыка 3, да, то есть здесь перезарядка довольно быстрая. То есть если сравнить с дефолтным скорпионом, который есть сейчас у нас, поверьте мне, перезарядка там значительно дольше, значительно дольше, да. Ну и по сути здесь, как и у дефолтного скорпиона, ой, страйкера с трофеями, да, есть преимущество по каким-то характеристикам, да, но оно в очередной раз не супер значительное, да. Исходя из видоса, ну тяжело, наверное, понять, насколько это устройство будет конкурентно способно и жестко нагибать. Я приглашу данного молодого человека на видеоматериал, да, вроде как мы уже договорились, вроде как получится, да, то есть через несколько дней. Сумеем записать видос, где как раз таки уже вживую протестим в рамках матчмейкинга этот замечательный скорпион, сравним его с дефолтным скорпионом, да, и посмотрим, насколько вообще этот скорпион сильный, да. То есть можно сравнить его будет с устройством копьё, да, то есть которое, ну может быть, где-то чуть-чуть даже будет похоже, но и посмотрим, насколько будет быстрая перезарядка, да, влияет ли эта быстрая перезарядка на дополнительный набор очков, да, будет ли это работать, нагибает вообще этот скорпион? Он не нагибает этот скорпион, потому что всё-таки человек набил 5 лямов, 5 миллионов он набил на этом вооружении, чтобы получить эти трофеи. И по сути это первый игрок, который эти трофеи имеет уже, да, полноценно имеет. Поэтому надеюсь, что данный контентик получится организовать. Если вы будете его ждать, то обязательно проявите максимальную активность на данный видос, напишите в комментариях, что вы ждёте. Ну, можно так сказать, соревновательный такой моментик, да, с первым игроком, который имеет трофеи на скорпион, да, если ждёте, то максимальную активность на этот видос проявляем. Ну, а что касаемо характеристик, как-то так, как-то так, да, то есть пишите, считаете ли вы это достойным устройством за 5 миллионов, либо же это слабовато, да. Я вот думаю, что, ну, в принципе, наверное, не супер жёстко, но вроде как и не супер шляпа, да, что-то такое средненькое. По типу страйкера, да, и по сути после страйкера уже было понятно, что все эти устройства не будут супер имбой, да. Они не будут какие-то мега имбовые. И, в принципе, тут уже осталось лишь только проверить на деле, как это дело будет работать в рамках именно матчмейкинга и сравнения. Поэтому пишите все свои мысли в комментариях, обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал. Если вы ещё вдруг не подписаны, но у меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.